Столичные власти продолжают бороться с реализацией алкоголя в ночное время. Накануне чиновники и полицейские отправились в рейд по пятийным заведениям. Какие нарушения выявили проверяющие и как накажут нерадивых предпринимателей, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Чтобы уличить продавцов в нарушении закона, представитель администрации города и сотрудник МВД играет роль и обычных покупателей. На живца во время рейда ловят тех, кто реализует алкоголь в закрытой бутылке. В барах и кафе это делать запрещено. Правда, правила соблюдают не все. Сначала один официант отказался продавать, ссылаясь на нарушение закона. А подошли ко второму официанту и девушка сразу же согласилась продать пиво в закрытом виде. Пока полицейские составляют протоколы на предпринимателя, начальник управления по развитию потребительского рынка проводит ликбез для персонала. Официант призналась, что здесь она работает недавно и еще не выучила все правила. Хотя, отмечают проверяющие, провалы в памяти у сотрудников этого кафе случаются часто. И не первый раз забывают. В этом объекте у нас торговом постоянно забывают и постоянно реализация происходит. И постоянно мы фиксируем фактор реализации пиво-пивных напитков. Значит, тогда мы другими работаем принимать. Неоднократно карали штрафами и руководители кафе удачи, но похоже, что предприниматели эти уроки ничему не научили. Во время очередной контрольной закупки проверяющим продали закрытую бутылку пива. Список нарушений на этом не закончился. Даже беглый осмотр торгового зала показал, что кафе своему статусу не отвечает. Здесь для кафе нет два выхода по правилам, которые должны быть существовать в предприятиях общественного питания. Две туалетные комнаты для персонала, а также для потребителей. Здесь нет фойе, здесь нет раздевалки для потребителей. Даже минимум, если устанавливается для мини-кафе, стойки для верхней одежды. Нарушила законы продавец. Выяснилось, что на работу она вышла без санитарной книжки. Владельцев этой точки намерены вызвать в администрацию города, где, возможно, поставят вопрос об отзыве лицензии. Данные акта обследования завтра у нас уже направятся в адрес Роспотребнадзора по Чувашии и направится в Министерство экономического развития и прокуратуру. На продавца составляется протокол. Это значит от 3 до 5 тысяч рублей штрафу. А если мы на индивидуальных предпринимателей будем составлять, в том случае она будет уже до 30 тысяч рублей. А если уже на ООО, то уже до 100 тысяч рублей. Нерадивых предпринимателей в администрации города обещают наказать строго. Тех, кто нарушает закон повторно, могут внести в черный список. Ночные рейды по столичным кафе продолжатся. В Чебоксарах их обещают проводить не реже двух раз в месяц. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика.